Алексей Улюкаев, какой вывод мы можем сделать из его ареста и отстранения об обстановке в России? Волки от испуга скушали друг друга, можно сказать. Я не верю, что Алексей Улюкаев, изначально, работавший 25 лет на правительство, изначально 100% честный чиновник, потому что честных чиновников там боятся, все должны быть замазаны. Я не верю во взятку в 2 миллиона долларов, не верю во взятку внутри здания Роснефти. Понятно, что этот арест и арест Евтушенкова несколько лет назад, это все звенья одной цепи. Сечин прибирает к рукам и складывает все нефтяные активы, старается сложить в одну кучу, чтобы их контролировать. Это, в общем-то, Сечин и Путин, это их кошелек, их деньги. Ну, то есть, они не видят, что колхозное, что свое, и закон им не писан. И Сечин еще раз продемонстрировал, что закон ему вообще никакой не писан. Что хочет, то и делает. Хочет, федерального министра браслеты оденет, а хочет, отпустит. Вот. Это абсолютно все беззаконие, это средневековье, как угодно это можно называть. Это очень далеко от тех принципов, западных принципов, на которых была возможна вот та самая новая Россия, из-за которой, в общем-то, это все когда-то было приватизировано, кто-то когда-то заработал эти деньги. Это все откат в мрачное средневековье. Ну, вот Алексея Навального сегодня, в каком-то смысле, отпустили, сняли с него обвинение по делу Кира Флеса. Он сейчас может стать лидером, во всяком случае, кандидатом от оппозиции? Вот вы, во всяком случае, поддержите его? Я поддержу любого единого лидера от оппозиции. Любого единого лидера от оппозиции. Алексей Навальный вряд ли вступит с Кремлем в какую-то игру и вряд ли договорится, как, например, там был договорной матч с Прохоровым, да, например. Там был договорной матч. А здесь вряд ли это будет, поэтому, конечно, поддержу, если он будет единым кандидатом от оппозиции. Другое дело, они посчитали популярность Путина в последнее время, когда, запустив слух о том, что якобы может уйти, якобы могут быть ранние перевыборы. Это все абсолютная чушь, чтобы люди задумались на уже поставленный ранее вопрос, если не Путин, то кто, и захотели назад Путина. Они думали, что, они прекрасно просчитали, что за Путина будет все равно агрессивно послушное большинство и все, кто работает на государство пинками, путевками, угрозами, просто запугиванием, одурачиванием, будут выгнаны на выборы, чтобы они правильно проголосовали. Поэтому я думаю, что Навального допустят, и они постараются в глазах всего Запада показать, что да, это абсолютно легитимные выборы. И вот абсолютный непримиримый оппозиционер в дребезге проиграл с 13% или с 12% Путину в первом туре. Вот я думаю, что будет так. Насколько эффективна оппозиционная деятельность из-за рубежа? Очень слабо эффективна. В частности, открытая Россия. Давайте говорить честно, самая эффективная деятельность, она на месте. Единственный эффект, который нельзя не признать, когда человека начинают мучать в тюрьме, и когда кого-то начинают достаточно жестко, физически возникают угрозы физической расправы, западная пресса может спасти этого человека от пыток или от убийства. Это единственный эффект, который виден. А остальные эффекты, они, вероятно, есть, но они неосязаемы и неоцифруемы. Субтитры создавал DimaTorzok